В эфире «Сыскное дело» в студии Алина Чемерес. Здравствуйте! Сегодня в программе я и мои коллеги расскажем о резонансных судебных делах, ведомственных проверках, масштабных учениях и подведем криминальные итоги недели. Сотрудники спецслужб освободили заложников. В Самаре прошли командно-штабные учения ФСБ. Так силовики готовятся обеспечивать безопасность во время чемпионата мира по футболу. По легенде террористы проникли в гостиницу «Холли Дэй Ин» и взяли в заложники постояльцев, гостей Мундиали. Учения проводили совместно с управлением Росгвардией и Министерством иностранных дел для обеспечения безопасности граждан из других стран. Во время операции силовики обезвредили террористов, заложников освободили и вывели из гостиницы. Также специалисты обнаружили и обезвредили условное взрывное устройство. Все участники спецоперации действовали профессионально и показали высокий уровень готовности. Антитеррористические учения на объектах футбольного чемпионата продолжатся и в следующем году, в том числе на транспорте и на строящемся стадионе «Самара-Арена». Погорели на пустяке, не смогли завести машину и попали на скамью подсудимых. В Самаре стартовал процесс по делу об угоне автомобилей. Обвиняемые пятеро жителей Большечерниговского района. По версии следствия, за полгода они украли шесть машин. Репортаж из зала суда. В зал суда обвиняемых в краже автомобилей заводят, когда остальные участники процесса уже собрались. Четверо мужчин взяты под стражу, один находится под подпиской о невыезде. Заседание открытое, но подсудимые и адвокаты возражают против присутствия прессы. Судья разрешает журналистам остаться, но допрос потерпевших остается за кадром. Их шестеро у всех в этом году угнали машины. Следователи уверены, пятеро мужчин из Большечерниговского района воровали автомобили в Самаре с февраля по июнь. Интерес у них вызывали отечественные машины. Поймать угонщиков помог случай. В ходе хищения одного из автотранспортных средств обвиняемые не смогли завести двигатель автомобиля, после чего были задержаны сотрудники инвалидов. По исследовательным материалам дела они вину признают частично. Они признают факт хищения транспортных средств, однако не согласны со стоимостью данных средств. Спаривают стоимость, так как это влияет на тяжесть обвинений. Потерпевшие и представители подсудимых с журналистами общаться отказались. Автомобили возвращены троим владельцам, где остальные машины пока неизвестно. По версии следствия, угонщики действовали сообща, в банде было распределение преступных ролей. Наказание для подсудимых будет зависеть от степени участия в преступном сообществе. Им может грозить более пяти лет лишения свободы. Вылетел на встречную полосу и врезался в грузовик. В Ленинском районе Самары произошло ДТП с участием трех машин. В аварии пострадал 28-летний водитель «Шевроле». Как считают очевидцы, виновник случившегося. Погибших, к счастью, нет. ДТП произошло в четверг, примерно в полвторого дня. Три машины столкнулись на перекрестке улиц Владимирская и Чернореченская. В результате образовалась большая пробка. Как все случилось, становится понятным со слов очевидцев. Грузовик «Зил» ехал в сторону проспекта Карла Маркса. Вез на работу бригаду электриков. Водитель говорит, машина двигалась со скоростью примерно 30 км в час. Быстрее на ней и не разогнаться. Красный «Шевроле», по словам водителя грузовика Василия Шаргала, вылетел на встречную полосу. Ехал на работу по своей стороне. Он вывернул, объехал. Тут пробка стояла. Объехал и под меня влетел. Потом развернул меня. Бак оторвало. Еще одним невольным участником ДТП стал Александр Исаев. Его машину при столкновении с легковушкой задел грузовик. У Форда повреждены двери и зеркало. Ребенок, что был в салоне, к счастью, отделался испугом. Машина потом проследовала на встречную полосу, прижалась к обочине, выехала обратно на свою полосу. Я уже стоял, поворачивал. Он проехал вперед и резко двинул под машину, под грузовую. Водителю «Шевроле», которого остальные участники аварии считают виновником случившегося, потребовалась помощь врачей. По их словам, не исключено, что он сел за руль пьяным. У него шишка небольшая на голове. Из-за того, как голем пахнет. Все, там больше нет. Ну, вот он так в сознании все сообожает. Все свои данные сказал. Алкогольный пахнет на весь салон. Сейчас поедем в больницу. Спустя несколько минут Павел Никифоров, водитель легковушки, выходит из машины скорой помощи. Говорит, как все случилось, не знает, уверяет, спиртное не пил. Нет, я не виноват, потому что я ехал прямо в своем ряду. Меня кто-то толкнул, я не знаю, или подрезали. Я не собираюсь. Спиртиза покажет, что я отрезан на самом деле. Пострадавшего в ДТП доставили в больницу. Подробности случившегося устанавливают полицейские. Микроавтобусы легковая машина сгорели на парковке у речного вокзала. Пожар удалось снять очевидцам. По их словам, перед тем, как вспыхнуло пламя, был слышен хлопок. Затем вверх устремился густой черный дым. Его было видно за несколько кварталов. Свидетели произошедшего вызвали пожарных. Однако машины успели выгореть полностью. К счастью, обошлось без пострадавших. Причина возгорания устанавливается. Еще один пожар произошел в понедельник на улице Борская. Горел склад пластиковых окон. О возгорании сотрудникам МЧС сообщили примерно в 11 часов вечера. Огонь со здания, полыхающего открытым пламенем, мог в любой момент перекинуться на соседние постройки. Пожарные боролись с огнем около трех часов. Локализовать его удалось почти в два часа ночи. Пострадавших нет. Лесной массив в кольце торговых рядов. Нерадивые предприниматели в Куйбышевском районе Самары не только занимают территорию, на которой нельзя продавать, но и оставляют после себя горы мусора. С начала года за незаконную торговлю здесь было составлено почти 300 протоколов. В рейд по нелегальным торговым точкам отправилась наша съемочная группа. Рынок на фоне леса, стройматериалы, беседки, собачьи будки – всем этим на Уральском шоссе торгуют незаконно. Машину сотрудников районной администрации, которые регулярно приезжают с проверкой, продавцы знают хорошо. Поэтому стараются на глаза не показываться. На первой же точке нас встречают безлюдные павильоны. Каждый, кто вскоре здесь появляется, называет себя покупателем. Здравствуйте, а вы здесь торгуете чем-нибудь? Нет, я покупать приехал. А к кому? Здесь никого нет, не видите? Я вообще не торгую, я хотела что-то купить. А к кому вы приехали, здесь никого нет? Ну я не знаю, я сначала сюда хотела зайти, но там отъехал продавец. Теперь сюда. На следующей точке хит нелегальных продаж этого сезона – незамерзайка. Виталий Павлович рассказывает, торгует всего месяц о том, что это незаконно, не знал. Потому и согласился на сомнительный заработок. Где будут платить, там и буду работать. Мне по барабану, законно здесь, незаконно. Мне надо зарабатывать, семью кормить, понимаете? Кроме Виталия здесь никого не оказалось. Сотрудники администрации выписывают ему протокол. На следующей мини-рынке нас встречает менее общительный товарищ. Представляется водителем. Почему вы от нас прятаетесь, если вы здесь водитель? Вы не продаете ничего незаконно? Вы мне в пальмарке, где я продаю? Я вас спрашиваю, вы торгуете здесь? Я ничего не торгую. Я водитель. Вот на газели я приехал. С проверками сотрудники района администрации выходят каждую неделю. С начала года выписали уже около 300 протоколов. Свыше десятка нелегальных торговцев съехали, в том числе и на Уральском шоссе. Тем более, что здесь это для них единственный законный выход. Эта территория относится к лесным угодям. Торговать здесь не разрешается. По закону эту землю нельзя оформить в собственности или взять в аренду. Нелегальная торговля опасна не только некачественным товаром, на который уже поступали жалобы в районную администрацию, но и тем, что бурная деятельность продавцов превращает участок леса в свалку. Особого внимания в Куйбышевском районе также требует Пугачевский тракт и улица Игоря Егорова. Там незаконно торгуют в том числе товарами для дома и одеждой. Мы добиваемся в первую очередь легализации трудовых отношений, чтобы люди, если работали, то легально используются рабочие. И в частности по лету, когда мы объезды делали подобное, было выявлено факт привлечения иностранных граждан, в частности, которые вели работу, то есть без каких-либо разрешений и так далее. Естественно, данные граждане привлекаются к административной ответственности, на них составляется также административный протокол. За стремление заработать нелегально продавцов по закону наказывают рублем. Размер штрафа за несанкционированную торговлю от 4 тысяч для физических и от 7 для юридических лиц. А моральный бизнес в Железнодорожном районном суде прошли прения сторон по делу об организации борделя. По версии следствия, салон по оказанию интимных услуг открыла семейная пара. Супруг вину признал. Теперь ему придется заплатить штраф. Его жена уверяет, чем занимался ее муж не знала и ни в чем не участвовала. Репортаж из зала суда. Салон по оказанию интимных услуг работал в Самаре около года. Его организовала супружеская пара Ирина и Кирилл Кипенские. Своих сотрудниц искали по интернету, обещали высокую зарплату. Всего в салоне работали свыше десятка девушек. Некоторые из них проходят по делу как свидетели. По их словам, зарплата могла достигать до 100 тысяч в месяц. На работе нужно было обязательно появляться в платье и на каблуках, и ни в коем случае не употреблять спиртное. Большинство девушек, приезжие из Самарской области, они предоставляли жилье. И каждый день водители за ними заезжали. Данных девушек собирали с различных адресов и развозили по местам заказа. Стоимость интимных услуг составляла от 3,5 тысяч до 5 тысяч рублей за час. Невыход на работу, в частности за деятельность вне данного салона, были предусмотрены штрафы до 30 тысяч рублей. Кириллу Кипенскому уже назначили наказание. Оштрафовали на 100 тысяч рублей. Его супруга Ирина свою вину отрицает. Считаю, что вина моей подзащитника в ходе предварительного следствия, так и в ходе уже судебного следствия доказана не была. Я убежден, что единственным справедливым мудрым решением в отношении Кипенской Ирины Петровны будет вынесение оправдательного приговора. Приговор Ирины Кипенской вынесли сегодня. Ей придется заплатить штраф. На этом у нас все. Вы смотрели «Сускное дело». Будьте внимательны и берегите себя. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова